Добрый день! С вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Приближается праздник мужчин, День Защитника Отечества. Предлагаю вам связать со мной вместе вот такого маленького солдатика по имени Алеша. Он совсем лысый, лопоухий, с носом картошкой и большими глазами. Такая игрушка может стать отличным шуточным подарком и доставит много радости. Рост солдата вместе с пилоткой примерно 16 см. Ручки сгибаются и разгибаются, так как в них вставлен каркас из провода. Ножки, тело и голова это одна деталь, а ручки ввязаны, одежда не снимается. Если вас заинтересовала эта игрушка, давайте вязать вместе. Мастер-класс будет состоять из трех частей. В первой сегодняшней части я вам расскажу и покажу, какие необходимы материалы и инструменты для его изготовления. А затем мы свяжем тело с ногами, ввяжем в него ручки, после чего сделаем каркас и вставим. Во второй части мастер-класса мы довяжем голову и подол военной формы, а также свяжем пилотку для солдата. Ну и в третьей заключительной части мы оформим личико и вышьем бляху с пуговицами. Итак, начнем! Для работы нам понадобится пряжа Ярн Арт Идеал. Это 100% хлопок, метраж 50 грамм на 170 метров. Для головы, носика и ушей будем использовать пряжу бежевого цвета, для одежды зеленого. Это основные цвета. Еще нам понадобится немного черной пряжи для обуви, коричневый для ремня и желтый для вышивания бляхи и пуговиц. Ротик будем вышивать красными нитками мулине. Для этой пряжи подходит крючок 2 мм и мы будем вязать. Каркас для рук сделаем из белого провода. Диаметр его 2,5 мм. Он одножильный с ПВХ покрытием. Такой провод хорошо держит форму и при гибкий. Продается он в любом хозяйственном магазине и стоит совсем недорого. Для работы с проводом будут нужны пассатижи. Глазки возьмем вот такие, белые с цветной радужкой. Диаметр их 12 мм. Они полые изнутри и требуют приклеивания к игрушке. Для этого будет необходим клей момент кристалл. Ну и набор инструментов. Английские булавки, игла с широким ушком, ножницы и палочка для набивания наполнителем. А наполнитель у меня синтепух. Итак, начнем. Так как ручки будем ввязывать в тело, их необходимо подготовить заранее. Одну я уже связала. Вот так она выглядит. Кончик руки бежевый, это цвет тела, а остальная часть зеленая, это цвет одежды. Наполнителем пока набивать не надо. Свяжем вторую ручку вместе. Берем пряжу бежевого цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Для этого накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия и вяжем второй ряд. Один столбик без накида, одна прибавка повторить три раза. Прибавка это два столбика без накида, провязанные в одну петлю предыдущего ряда. Вяжем первый столбик без накида и в эту же петлю провязываем второй. Получилась прибавка. Вяжем дальше. Третий ряд. Одна прибавка, а затем восемь столбиков без накида подряд. Теперь вяжем два ряда по 10 столбиков без накида в каждом. Последний столбик без накида 5 ряда провязываем не до конца. Берем пряжу зеленого цвета и ею довязываем этот столбик, а пряжу бежевого цвета обрезаем. Вот мы сменили цвет нити на зеленый. Подтягиваем два хвостика и вяжем следующий шестой ряд. 10 столбиков без накида за задние полупетли уже зеленой пряжей. Каждый столбик имеет две стенки, переднюю, которая ближе к нам, и заднюю, которая дальше от нас. Так вот, в этом ряду все столбики без накида вяжем за задние стенки. Причем два хвостика необходимо ввязать в этот ряд. Мы достаточно ввязали хвостики, теперь можно их просто спрятать внутрь, чтобы они нам не мешали. Продолжаем вязание. Теперь вяжем 7 рядов по 10 столбиков без накида в каждом за обе стенки. Все, связали ручку, обрезаем ниточку, оставляя совсем небольшой хвостик. Набираем одну воздушную петельку и пропускаем сквозь нее ниточку. Мы закрепили, зафиксировали наше вязание. Вот у нас получилась ручка. Теперь у нас есть две руки. Дальше займемся ножками. Ножки будут выглядеть вот так. Одну я уже связала. Кончик черного цвета – это сапоги солдата. А затем переходим на цвет одежды – зеленый. Тоже пока не набиваем наполнителем. У этой первой ножки необходимо зафиксировать хвостик, как у ручек. Для этого набираем воздушную петельку и пропускаем через нее ниточку. А вторую ножку свяжем вместе. Берем пряжу черного цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия и вяжем второй ряд – 6 прибавок. Дальше вяжем 2 ряда по 12 столбиков без накида в каждом. Последний столбик без накида 4 ряда провязываем не до конца, для того, чтобы сменить цвет пряжи. Берем пряжу зеленого цвета и ей довязываем этот столбик. А ниточку черного цвета обрезаем. Вот мы сменили цвет пряжи, хорошо натягиваем хвостики. Дальше вяжем пятый ряд 12 столбиков без накида за задние полупетли. Причем не забываем хвостики ввязать. Шестой ряд 12 столбиков без накида. За обе стенки. Седьмой ряд. Три столбика без накида, одна прибавка повторить три раза. Все, связали вторую ножку. В этом случае ниточку не обрезаем. Будем продолжать вязание от нее. Вот таким образом мы связали с вами две ножки. Дальше будем объединять две ножки вместе и вязать тело. В каждой ножке у нас по 7 рядов. В счет рядов продолжаем и вяжем восьмой ряд. Сначала набираем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Затем присоединяем первую ножку. По ней нам надо провязать 15 столбиков без накида. Чтобы не было отверстия вместе соединения двух ножек, я обычно первый столбик без накида провязываю в последнюю петлю первой ножки. А второй в первую петлю этой же ножки. Дальше вяжем еще 13 столбиков без накида по этой ноге. Причем хвостик ввязываем. Подошли к цепочке из 3 воздушных петелек. По одной стороне этой цепочки провязываем 3 столбика без накида. По второй ножке вяжем 15 столбиков без накида. Опять подошли к цепочке из 3 воздушных петелек. По другой стороне этой цепочки провязываем 3 столбика без накида. Все, связали восьмой ряд и объединили ножки вместе. В этом ряду, если мы все сделали правильно, у нас должно получиться 36 столбиков без накида. Далее прокладываем нить контрастного цвета, чтобы не запутаться в дальнейшем в подсчете рядов. И, начиная с этого места, продолжаем вязание. Теперь вяжем 5 рядов по 36 столбиков без накида в каждом. 14 ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Давайте в этой игрушке все убавки сделаем невидимыми. Для этого вводим крючок за переднюю стенку первого столбика без накида предыдущего ряда. Затем вводим крючок за переднюю стенку следующего столбика без накида по ходу вязания. Провязываем их. А теперь провязываем 2 петли с крючка. Такой способ убавки немного сложноват, но при нем менее заметное отверстие между петлями. Если хотите, вы можете делать обычные убавки. Продолжаем. 15 ряд. 30 столбиков без накида подряд. Последний столбик без накида 15 ряда провязываем не до конца. Для того, чтобы сменить цвет пряжи на цвет ремня. Для этого берем пряжу коричневого цвета и ею довязываем этот столбик. А ниточку зеленого цвета в этом случае не обрезаем. Она нам пригодится через 2 рядочка. Натягиваем коричневый хвостик. И дальше вяжем 16 ряд. 30 столбиков без накида за задние полупетли. При этом ввязываем коричневый хвостик. 17 ряд. 30 столбиков без накида подряд коричневой пряжей. Последний столбик без накида 17 ряда провязываем не до конца. И меняем цвет нити. Зелененькая у нас уже есть. Коричневую обрезаем. А зеленый довязываем этот столбик. Коричневый хвостик натягиваем. И вяжем 18 ряд. 30 столбиков без накида за задние полупетли уже зеленой пряжей. Девятнадцатый ряд. Три столбика без накида, одна убавка повторить 6 раз. Дальше вяжем 3 ряда по 24 столбика без накида в каждом. В 23 ряду будем ввязывать ручки. Сначала провязываем 5 столбиков без накида, чтобы выйти в бок игрушки. Теперь берем первую ручку. Нам надо провязать 5 столбиков без накида за края ручки и тела вместе сквозь петли последнего ряда. Отсчитываем 2 столбика без накида вправо от последней петли и изнутри детали вводим крючок. 1, 2. Провязываем первый столбик без накида. Дальше вяжем второй. Для того, чтобы провязать третий столбик без накида, крючок ввожу в последнюю петлю ручки. Вот сюда. И нам еще осталось провязать 2 столбика без накида. При этом ввязываем хвостик от ручки. Таким образом, переход между последним и первым столбиком без накида последнего ряда ручки спрятан под мышкой игрушки. Дальше вяжем 7 столбиков без накида по телу, чтобы выйти к другому боку игрушки. Берем вторую ручку. И точно так же ее ввязываем. Провязываем по руке и телу 5 столбиков без накида за оба края. Вводим крючок на 2 петельки вправо. И ввязываем ручку. И ввязываем по руке. без накида по телу до конца ряда вот мы наполовину вязали ручки как у нас получилось посмотрите вот так ручки должны располагаться строго по бокам или ближе к передней части игрушки там где у нас проходит контрастная нить это зад игрушки а вот здесь перед проверяем ровно ли они расположены если они чуть-чуть у вас сдвинутые вправо или влево то распустите этот ряд и сдвиньте их под вашу игрушку только после этого можно продолжать вязание далее вяжем двадцать четвертый ряд в нем мы закончим ввязывать ручки провязываем сначала 5 столбиков без накида по телу затем переходим на ручку по ней остались не провязанными 5 петелек вяжем 5 столбиков без накида дальше провязываем 7 столбиков без накида по телу дальше переходим на вторую ручку по ней тоже вяжем 5 столбиков без накида ну и осталось нам провязать два столбика без накида по телу до конца ряда вот мы окончательно ввязали ручки теперь нам необходимо набить игрушку наполнителем хорошо набиваем ножки и тельце ручки пока не трогаем вот так выглядит тело после набивания дальше необходимо сделать и вставить каркас в ручки я его уже подготовила заранее для того чтобы его сделать я примерила провод к ручкам и отрезала кусок чуть-чуть большей длины а затем пассатижами подогнула кончики на 1 сантиметр с каждого края можно эти места заклеить ликопластырем вставляем каркас в ручки согнув его посередине дальше необходимо набить ручки наполнителем вокруг каркаса немного не очень плотно ручки набиты теперь вяжем следующий двадцать пятый ряд два столбика без накида одна убавка повторить шесть раз два столбика без накида 26 ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка повторить 6 раз. Убавку в этом ряду провязываем не до конца, меняем цвет пряжи. берем пряжу бежевого цвета и ею довязываем у бабочку а ниточку зеленого цвета обрезаем натягиваем оба хвостика и вяжем шею 27 ряд 12 столбиков без накида за задние полу петли все мы связали тело эти хвостики необходимо спрятать внутрь и донабить плечики и шею наполнителем после окончательного набивания тела выглядит вот так ручки теперь сгибаются и разгибаются в итоге мы с вами полностью связали тело будущего солдата с ручками и ножками на сегодня это все ну а в следующий раз мы довяжем голову подол одежды и свяжем пилотку поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео вяжите с удовольствием до новых встреч и и и и и и